Елена Невская пишет Здравствуйте, Петрович! Поскажите, пожалуйста, как можно улучшить состояние килоидного рубца на руке? Рубцу полгода после ожога кислотой, может, упоренную очью поможет? Знаете, вот как раз, кто там у нас рассказывал? Постоянно в уме надо держать кучу имен и фамилии вот этих целителей. Нарбеков, Нарбета, Нарбеков. Я как раз в своей книге, по-моему, «Целительные силы», то ли четвертый том, то ли еще, как раз описал, что он рекомендует, методику. То есть он рекомендует вызывать в месте ожога теплоту, потом покалывание, потом прохладу. Короче, я так вам говорю, более полно и ясно описано там. То есть вы можете вот эту методику Нарбекова попробовать. Как правило, если у вас хорошее образное мышление, ну что-то должно произойти. Примерно за недельку должен появиться какой-то результат. Есть, конечно, и другие методики, но это применение не мочи, а применение, как это называется, плаценты коровьей. Ее использовали при лечении, сведении, вернее, родимого пятна. То есть родимое пятно на лице. И вот просто плацента берется, там часть отрезается, естественно, хранится там в холодильнике. И только раз и прикладывается. Там очень активные и находятся элементы, которые вот могут вот это все выровнять. Тоже где-то описано. Я так по памяти все рассказываю. Как это, что делается. Кстати, женская плацента, ну, когда ребеночек родится, она обладает огромными биологическими резервами, мощностями и целебными свойствами. И знающие, значит, врачи, они, как правило, ее не выбрасывают, а из нее делают разного рода лекарства, вытяжки и так далее, так далее, так далее. И, кстати, мне рассказывал мой знакомый, что вот, говорит, я особый результат почувствовал, когда вот где-то там то ли в Кисловодске, говорит, меня врач попользовал вот этой вот плацентой. Был, говорит, очень заметный результат в выздоровлении и так далее. Так что есть средства, все это можно делать. Хорошо-ка! О-хо-хо-хо-хо!